Мои хорошие, есть два типа благословлять человека. Есть благословение, которое дает благословение, а есть благословение, которое дает действие. Вот когда Бог дает четверых дочек, это значит, что в вашем роду, ваш род нуждается в благословении. Ну, то есть, потому что женщина — это благословляющая сила. Она меняет все вокруг благодаря благословению. А дочери всегда благословляют свою мать и своего отца. Они их любят, и означает, что через них идет эта энергия благословения. То есть, в вашем роду нужно благословение. Теперь, если рождаются одни мальчики, это значит, что нет девочки. Значит, в вашем роду нужна действующая сила. Не благословляющая, а действующая сила в вашем роду нужна. И поэтому никогда не осуждайте планы Бога. Допустим, вы говорите, я не могу выйти замуж. В чем дело? Ну, давайте представим, что все-таки Бог даст вам сейчас возможность выйти замуж. Что через пять лет вы скажете? Я знаю точно. Скажет, лучше бы не выходило. Это правда. Поэтому он вам и не дает мужа. В этом только причина, понимаете? Почему он сейчас вам не дает мужа? Потому что лучше бы не выходило. Вот сейчас. Так он поэтому и не дает. Но если вы настаиваете, он говорит, что он может дать для того, чтобы вас повоспитывать. Поэтому всегда надо Богу доверять. Вот, допустим, сейчас бизнес не идет. Не надо обижаться на судьбу. Если бизнес не идет, значит, нужно углублять отношения. Ну, то есть, для чего Бог не дает человеку возможность иметь деньги? Вот, давайте зададим этот вопрос себе. Для чего? Для того, чтобы он развивался. Нет другой причины. Потому что, когда человеку Бог дает деньги, он не развивается. Ну, и так нормально. Ну, пытайтесь это понять. А бывают такие люди, которым Бог дает деньги, и они все равно развиваются. Что это значит? Что Бог будет давать деньги дальше. Если как бы деньги не мешают развиваться, плохих периодов, связанных с финансами, просто не будет. Но если вы расслабляетесь, значит, будут. То есть, если сейчас нет денег, значит, что надо делать? Не надо Бог говорить, я развиваюсь, развиваюсь, давай деньги. Надо просто развиваться и ждать, когда развитие будет достаточным, чтобы ты мог получить свои деньги. Все. Один человек в Индии подходит ко мне и говорит, что я не сделал в жизни, что я такой бедный. Я ему ответил, ты просто не развивался. Он сказал, это правда. Если человек развивается, он не может быть бедным. Давайте предположим, что человек развивается, и у него нет денег все равно. Такое может быть? Может быть. И я таких людей знаю. И знаете, почему человек развивается, и у него нет денег? Знаете, почему? Потому что он от Бога получил особое благословение. Этот человек испытывает огромное счастье внутри себя, даже если у него нет денег. И даже если он скудно ест, и даже если он спит на земле, и даже если он мерзнет, и даже если он болеет, не имеет значения. Он все равно самодостаточный и счастливый. Это результат самосовершенства. Понимаете? И этот результат является более высоким. Потому что если Бог человека лишил богатства в результате его развития, то это значит, что Бог его готовит к богатству неземному. Бог никогда человека не лишает богатства. Но если вы увидели человека, который счастливый, и он работает над собой, и денег у него нет, и власти нет, и влияния нет, и ничего нет, но он очень счастливый, знайте, что Бог готовит этого человека к богатству неземному, которое вам и не снилось. Потому что самое большое благословение, которое человек может только получить в этом мире, Бог у него забирает все земное и дает ему неземное. Предскажет Олег Геннадьевич, Олег Геннадьевич, я к этому не готова. Не волнуйтесь, он знает. Он вам этого не даст. Он дает только тем, кто готов. Понимаете? Поэтому не надо думать, что вот Олег Геннадьевич, вот я развиваюсь, все, а денег все равно нет. Значит, тогда счастье будет. И счастья нет. Значит, тогда вы не развиваетесь. Есть только один вариант. Больше нет варианта. Больше нет. Спасибо. Спасибо. ! Продолжение следует...